Сегодня состоялась первая пресс-конференция временно исполняющего обязанности главы республики Олега Николаева. Она прошла в дистанционном режиме, на связи были десятки средств массовой информации. Муниципальные, региональные, федеральные. Много говорили об экономике, пострадавшей от ограничений в условиях пандемии. Будут ли внесены изменения в индивидуальную программу развития республики? Какую поддержку получит малый бизнес, агропромышленный комплекс жителей? Когда отметим юбилей республики? На каждый вопрос Олег Николаев отвечал детально, приводя конкретные примеры. На связи вся республика. Праздник никто не отменял, но конкретную дату пока назвать трудно. Пандемия обозначила солидный потенциал малого бизнеса, который в короткие сроки сумел переориентировать свои производства. На определенные дивиденды рассчитывают фермеры, владельцы личных хозяйств. В качестве одной из мер поддержки сельские жители просят поднять закупочные цены на мясо, молоко и яйца. Хотелось бы узнать ваше мнение. Как можно поддержать государство их в этом вопросе? Мы здесь нацелены на то, чтобы на разных территориях появлялись некие мини-комплексы или среднего уровня комплексы переработки этой продукции. А может быть даже где-то и крупные. С тем, чтобы вот эти предприятия, организовывая некие юридические формы в виде сельхозкооперации, либо иных форм юридического объединения, могли бы обеспечивать постоянную закупку продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах. Ну и наша задача государства, конечно же, помогать вот этим центрам, которые будут заниматься производством, с одной стороны организовать это производство, с другой стороны продвигать их продукцию на различных рынках, как на территории Чувашской республики, так и за пределы Чувашии. Коллеги из районных газет делали упор на местные проблемы.